Добрый день дорогие друзья! Я вновь вас всех приветствую на своем канале. Канале о вязании. Меня зовут Ирина Маркелова. Всех тех, кого не устраивает видео болталочки, можете закрыть это видео и пойти заниматься своими делами. Ну а всех тех, кто любит мои болталки, я предлагаю вам расположиться хорошо, взять свое вязание, кофе или чай. И сейчас я вам расскажу тему моего видео. Прежде всего я хочу сказать, что я очень благодарна всем вам, всем моим подписчикам и всем тем, конечно, кто еще не подписался на мой канал. И возможно, посмотрев это видео, вы подпишетесь. И хочу сказать, если вы хотите получать последние новости с моего канала, напротив надписи подписаться, есть колокольчик. Вы, нажав на него, будете получать последние новости с моего канала первыми. То есть, когда я видео выставлю на своем канале, вам придет сообщение или извещение о том, что я выставила новое видео. И, конечно же, я благодарна безмерно всем тем, кто меня ждал, кто на протяжении всех этих 18 дней или даже немножко больше, не забывал про меня, писал сообщение и под видео, и в моих социальных сетях я по возможности отвечала на них. Хотя возможности этой у меня практически не было, но тем не менее, я как бы, может, даже с опозданием. Но я старалась все равно всем ответить. Вы же понимаете, что когда не свое есть не свое, то компьютер занят, то времени нет, потому что нужно сидеть с малышом, то еще какие-то другие причины. Ну, в общем, времени у меня катастрофически, как всегда, не хватало. Только получается, оно в разное время не хватает по каким-то разным причинам времени. И, опять же, может быть, я повторюсь, я всегда удивляюсь тем людям, которые скучают и говорят, что ой, там нечем заняться, ой, мне скучно. Вы знаете, я не знаю, у меня по жизни никогда такого не было, чтобы я чем-то себя не занимала. Мне постоянная нехватка времени, постоянная гонка за то, чтобы успеть. Я постоянно себя ловлю на мысли, то, что, как говорится, мои жизненные силы, давайте адекватно смотреть, уже, как бы это по-культурной выразиться, идут на склон. И мне хочется как можно больше за тот промежуток времени, который мне отвелась судьба, успеть. Ну, не знаю, сколько успею, столько успею. Вот. И чем дальше вот я, допустим, у меня сегодня день прошёл, и я думаю, анализируя, когда я ложусь спать, я анализирую то, что я успела сделать за день, что не успела, и перенеслось на другой день. Планирую каждый день, абсолютно каждый день планирую, что у меня, вот вечером ложусь и планирую, что я сделаю на завтра. И вечером же, как давно ложусь, я думаю о том, что же я успела сделать, что не успела, что мне нужно сделать в первую очередь, и так далее, и так далее. Может, я какая-то неправильная, но вот, как бы, я живу по таким, ну, наверное, принципам. Ой, много вам уже здесь наговорила, не знаю. Ну, вот прёт с меня, я вам говорю, вы вправе принимать это, вправе это переключить, либо прослушать до конца. Я такая, какая и есть. Очень сильно соскучилась за вами, да и по съёмкам мастер-классов, и всё-таки это в последнее время стал мой образ жизни, потому что уже два с половиной года я в таком режиме живу. И, естественно, скажем так, руки чешутся, потому что одно дело, когда вяжешь просто, и сидишь уже, как бы, никакой ответственности у тебя ни перед кем нет, и, собственно говоря, у тебя, возможно, нет причин для того, чтобы ты снимал мастер-классы и так далее. Но так как у меня есть, пусть маленькая, но материальная заинтересованность в том, чтобы делать мастер-классы, ну и, опять же, повторюсь, у меня ответственность перед вами, потому что, как бы, даю обещания, которые я стараюсь по мере возможности выполнить. Не всегда, конечно, получается, но в конечном итоге только расширяются временные рамки, но, как бы, по-моему, нет такого, чтобы я кому-то что-то пообещала сделать и не сделала. Если я вижу, что у меня нет возможности сделать такое, что люди у меня просят, я им говорю, что возможно, когда-то я это сделала, сейчас у меня такой возможности нет. Вот, значит, я приехала домой вчера, очень плохая дорога была, ужасная дорога, как всегда была. Мне, наверное, везёт. Расскажу немножко, опять же, и, может, кто-то скажет, ну, опять ныть начала. Ну, вот такое вот со мной происходит, я не знаю. Может, действительно, некоторые люди на это не обращают внимания, но я не знаю, как можно на это не обращать внимания. И я сейчас скажу, расскажу вам, какая была ситуация. Значит, я через онлайн-магазин, или как это назвать, ну, короче, через онлайн купила билет. Купила 23-е место на воскресенье. Вы знаете, я не знаю, кто едет в это время сюда, к нам, с Москвы, в наш город Волгодонск, но я не могла купить билет ни на пятницу, ни на субботу, так как их не было. И в воскресенье, вот на воскресенье купила билет, но выбора практически не было. Захожу я, значит, в автобус. Зять меня отвёз, посадил, всё было прекрасно. Распечатал билет. Вот у меня была проблема с тем, что перед тем, как, ну, в предыдущие разы я ездила, не распечатывала билеты. И получается, что, когда я пришла садиться в автобус, мне говорят, идите распечатывайте билет. А за то, чтобы распечатать билет, мне нужно было заплатить 35 рублей. Мне, конечно, это было очень странно. Можно же было изначально, как бы, взять эти деньги, там, или заложить, или... Ну, это, короче, уже меня не волнует, потому что это всё было сделано я к тому, что заранее было не оповещено, и это создало какие-то неудобства, когда я уже собралась садиться, а мне пришлось ещё возвращаться в кассу. Вот. И, значит, этот раз всё нормально, посадили, довезли, всё было прекрасно. Значит, когда я зашла в салон, стала садиться на своё место, а оно у меня в лежачем положении. Я его попыталась поставить в сидячее положение. Ну, не ставится. В общем, получилось, что моё сидение оказалось сломано. И вы представляете, мне ехать 20 часов, и разве можно в лежачем положении проехать 20 часов? Конечно же, нет. Если ты садишься, и у тебя нет опоры, чтобы ты, ну, как бы, села удобно в сидячее положение, то есть ты сидишь в напряжении с прямой спиной. В общем, я измучилась. Когда молодой человек проходил по салону, они же там проходят, считают, сколько людей сели на своих местах. Я ему задала вопрос о том, что, почему вы продаёте билеты на сломанные места и не проверяете, сломанные они или нет, он говорит. Ну, мы же, типа, приехали с Волгодонска, в дороге сломалось оно, и теперь каким образом мы его отремонтируем в Москве. Ну, в общем, я так думаю, что это сидение было сломано давно, и вот так, как я, многие про себя повозмущаются и на этом и успокоятся. Ещё, значит, я ему говорю, ну, я приеду, напишу жалобу. Ну, это же, как бы, мы пугаем, а кто пойдёт писать? Я же, естественно, так же и не написала. Через несколько минут он прибегает и говорит мне, вы вообще сидите не на своём месте. Значит, получается, когда там заходишь в салон, там же четыре места, да? Два с одной стороны, два с другой. Ну, там много места, а именно по ряду, скажем так. И получается, что вообще, как бы, первое, 21-ое около окна, 22-ое получается по ряду, ну, которые по проходу, не по ряду. 23-е получается опять по проходу, и 24-ое около окна, если считать по порядку, да? Он мне говорит, я сколько ездила, я же ведь бесчисленное количество раз уже ездила. И, как бы, нумерация всегда в автобусах такая. Ну, естественно, я села так же, как вот, согласно нумерации. Он прибегает там минут через 10 после того, после нашего разговора. Причём я не рубила ничего, нормально ему это всё сказала. Там ещё некоторые люди меня поддержали по поводу того, что, да, вы не правы, что продаёте на сломанные места. Когда, то есть, они, когда автобус отправляется, они там ролик крутят, что комфортабельные места, и показывают, как пользоваться всё. Ну, мне вот так вот повезло. И он прибегает и говорит, что я села не на своё место, и что моё место около окна. Но я всегда покупаю место на проход, потому что, ну, я же уже говорила, у меня больные ноги, и мне хотя бы хоть как-то вытянуть их, там хоть через какое-то время на проход. Я говорю, интересная нумерация у вас получается. А он говорит, да, у нас вот такая нумерация. То есть, получается, что моё место около окна. А там со мной ехал мужчина. И я говорю, ну, что, давайте пересаживаться. А он говорит, а вы хотите... А, я же ещё говорю, ну, я же специально звонила в диспетчерскую, узнавала, какое место на проход. Да, я забыла это сказать, что я с Москвы звонила в диспетчерскую, чтобы узнать, какое место на проход выходит. Я говорю, нет. Меня, в принципе, ну, мужчина же меня спросил, говорит, что хотите пересесть или останетесь на своём месте. Я говорю, ладно, я уже останусь здесь. В общем, я сколько ехала, столько мучилась, и сумку ставила за спину, чтобы хоть как-то там посидеть какое-то время, чтобы спина немножко, как говорится, отдохнула, или как сказать. Потому что, ну, честно, я не знаю, я всё время в лежачем положении, но просто это тоже как бы невозможно. Ещё ж там места мало. Не так не развернуться, не так. Можно на кровати бы в лежачем положении, может быть, и можно 20 часов провести. И то сбоку на бок всегда переворачиваешься и на спину, чтобы удобнее полежать. А там как ты это сделаешь? Вот. Это одна ситуация. Вторая ситуация, то, что было пол автобуса детей. Я сделала вывод, что переполненный автобус был из-за того, что там очень много было детей. И два ребёнка, мальчик и девочка, я так поняла, что лет 6 и 7, а может 5 и 6, вот так вот. И мама у них ехала, ехали они с мамой. Ой, они такие громкоголосые. Есть вот люди, которые, ну, нормально разговаривают, а они разговаривают очень громко. На весь автобус им делали замечания неоднократно. Причём мальчишка-почемучка, видимо, у него возраст почемучки, он бесконечно эти вопросы, почему это, почему то, почему так, а почему и так. Так, и понимаете, вот это ж у меня сидение было сломано, а естественно, когда в лежачем положении, оно же там следующим мешает, да? Ну, вот они же борствовали. И получается, они бесконечно толкали мне это сидение. Они всё время, я как на том, это, буву, буву. Они мне не дали ни передремать, даже была возможность у меня там подремать. Мне это было невозможно сделать, это раз. Во-вторых, у меня жутко уже разболелась голова от того, что, вот понимаете, бесконечный над головой вот этот шум детских голосов, которые громко разговаривают, мама громко говорит им, там всё это объясняет. Но маме, надо сказать, большой респект. Вот, она отвечала им на все их вопросы, не повышала ни голоса, ничего. И даже вот когда там сделали замечание ей, что, ну, вы можете, как бы, сказать своим детям, чтобы они на весь автобус не кричали. Она им так же это, так, вы слышали, вам сделали замечание, не кричите на весь автобус. И всё, и на этом успокоилась, и всё продолжилось, как было. Вот, ну и что, вот я приехала домой. Полшестого утра приехал мой автобус. Доехала домой, искупалась, покушала. Без 15,9, как всегда, у меня уходит, ну, я ж, по крайней мере, так знаю, что у меня уходит соседка на работу. Но никто без 15,9 не хлопнул дверью. И я думаю, ну, лягу я поспать. И только так хорошенечко уснула. И что вы думаете? Естественно, бабах. Бабах, раз, бабах, два, бабах, три. И это бабах. Продолжилось целый день. Я так поняла, что соседка моя дома. То ли она в отпуске, то ли я не знаю что. Потому что я ходила за продуктами. Я же, естественно, меня не было больше трёх недель. Я когда уезжала, никакие продукты не оставила, чтобы они не пропадали. Вот, я же знала, что я буду уезжать. Поэтому, по возможности, всё подъела. Вот. И пошла в магазин. И когда шла с магазина, спускается мой сосед. А внизу, когда я шла, там стояла доставка с матрасом. Вот. Потом я же чуть ли не на каждом этаже отдыхаю. Смотрю, он этот матрас взял и поднялся наверх. И я думала, он со мной не поздоровается. Нет, он поздоровался. Всё нормально. Но бабахи эти, даже после того, как он увидел меня, они как были, так и как продолжились, так и продолжились. Я потом слышала, что они ушли все вместе, видимо, куда-то. Потому что я слышала и голос ребёнка, и голос её, и его на лестничной площадке. Вот. Потом они, правда, вернулись, а где-то десяти не было. Вот я за день три раза пыталась уснуть. И три раза они мне не давали. Ну, вечером, слава Богу, после десяти никто не бабахал. Всю ночь не бабахал. Сегодня утром они не бабахали. Вот. Мне прям... Я отдохнула. Честно, но у меня другая ситуация. У меня, видите, что? Меня, видимо, укусила какая-то мошка. И я себя очень плохо чувствую. Очень плохо. Мне и тошнит. И у меня головная боль. Я померила. У меня невысокая температура. И я даже не знаю, что делать. Я буро-буро помазала. Ну, я знаю, что бывает, что вот так мушки укусят, и, ну, как бы, типа яд попадает в организм, и реакция организма такая. Надеюсь, что это вот только сегодня пройдет. Вернее, вот сегодня так я себя почувствую, все это пройдет. Ну, буду надеяться, по крайней мере, на это. Вот. Что еще по поводу моего приезда? Значит, на улице у нас жара невыносимая. Я, побывав в Москве, там, можно сказать, отдохнула. Погода была на улице, конечно, прохладно. Ну, не до такой степени, что там вообще нужно было шубу одевать. Но было прохладно. Я, как всегда, уехала в летней одежде отсюда. С собой теплого ничего не взяла. На ноги босоножки. А там люди ходят в туфлях, в куртках. Ну, у меня хорошо. Там я в прошлый раз ездила, куртка осталась. И, как бы, я эту куртку одевала. На ноги дочь мне дала свои туфли. Ну, в общем, как-то там выходилось положение. Но все равно я простыла немножко, что выразилось тем, что на губе у меня соскочил герпес. Ой, ну, благополучно это все у меня, естественно, ну, это все не смертельно, все это прошло. Но что я хотела сказать. Вот я у дочери была, у них там идет ремонт везде. То есть новые дома со всех сторон дрелят, там что-то стучат, что-то делают. Но у них, знаешь, четко, что, допустим, в 9-10 часов начали дрелить, потом у них перерыв с 12 до 3, и потом они до 7 часов вечера. Но редко там бывает, кто-то дрельнет в 8-9 часов вечера. Все, потом тишина. Вы знаете, я хоть вот это сдрагивать перестала от этих стуков, которые, ну, вот, когда тебе бесконечно стучат, да, то ты уже сидишь в режиме ожидания, когда в следующий раз стукнут. Вот. И поэтому, как бы, я вот хоть немножко отошла, и была у меня там комфортная обстановка, то есть в том смысле, что там диван был хороший, на котором мне удобно было спать, мне не будило солнце, в глаза не светило по утрам и так далее. И хоть малыш нам все равно не давал спать, но все равно, как бы, ситуация была немножко другого характера. Я, как бы, можно сказать, даже отдохнула при всей той загрузке, которая у меня там была по поводу того, что и покушать надо было приготовить. И мы по очереди гуляли, выходили с ним на улице, и также по очереди мы его развлекали, скажем так, ездили по больницам, ну, и много того, чего нужно, когда есть маленький ребенок в доме. Вот, ну, все, от этой темы я сейчас уйду, думаю, что она вам уже надоела. Возможно, возможно, нет. Значит, я продолжаю вязать свой пледик. Тот, кто находится давно на канале со мной, видели, я его начинала вязать, этот плед, но потом отложила в сторону из-за того, что мне нужно было связать плед «Голубые сны». Вот, потому что у нас родился малыш, еще один, которого выписывали в этом пледике, мама, бабушка и все остальные очень довольные остались моим, так сказать, подарком. Но этот топлет у меня не довязан, и более того, я из пряжи, которую покупала на него, вязала уже кое-какие вещи, и, естественно, мне как бы не хватало уже на полный плед количество пряжи. И я приобрела еще 10 моточков. Вот, пряжи выписала опять с того же сайта рукоделия, и очень быстро произошла доставка. Представляете, через день мне пришло вот это вот все. Я не показывала вам эти покупочки, потому что мне буквально накануне перед моим отъездом пришла вот эта вот пряжа. И я вот уже показывала, да, такие пинеточки вам, которые я связала для своего малышика, для своего внучика. А вот эти пинеточки я связала для племяшек, или внучатого племянника. Да, он мне тоже внучек, но он, получается, моей племяннице, вот внучатый племянник. И дочь моя передала назад кофточку, я связала же своему малышику, вязала, если вы помните, вот такую кофточку. Штанишки еще нормальные, а кофточка все уже никуда, потому что я вязала на выписку, и штанишки я вязала с отворотиком внизу, они как бы получилось, что они в пору еще ему, они их носят, поэтому я их не стала забирать, а кофточку вот сейчас я, как говорится, передам по наследству, пускай поносит еще один малышик. Они всего один или два раза одевали эту кофточку, и все. Они полюбили ту, повторюсь еще раз, кофточку, березка, которую я первоначально первую связала, и как-то в ней постоянно она ходит, вернее, она одевает малышу постоянно ту кофточку. Ну, а это вот осталось, как говорится, не удел, но может быть второму малышу она подойдет больше, и они еще поносят. Еще я связала вот такие пинеточки, опять же, этому внучатому племяннику, пока была там у моей дочери, чтобы вот я сегодня поеду, как говорится, на смотрины, и сделаю такие подарочки. Что я еще вязала у моей дочери? Вернее, когда я находилась у дочери в гостях. Естественно, опять же, повторюсь, кто вязал со мной вот такую салфетку, те знают, что я, как и обещала, выпустила все части мастер-класса, и думаю, что они остались довольны, довязали вместе со мной эту салфеточку, но я останавливаться не буду, я буду дальше продолжать вязать. На основе этой салфетки я хочу связать овальную скатерть. Как ее буду вязать, я еще пока не знаю. Я выбрала кучу материала, но мне его нужно привести в какую-то норму и понять, как же я хочу все-таки продолжить вязание этой скатерти, потому что это не просто вот, скажем, я буду вязать по-готовому, а получается, что это будет чисто моя идея, чисто моя фантазия, и которую я буду воплощать, и, естественно, я так думаю, что вы воспользуетесь этой идеей вместе со мной. Вот. Дальше. На ютубе пошел бум вязания комбинезонов с косой. Я смотрю, что вот как-то так получается, как будто бы мы сидим, вот, скажем так, вязальщицы, да, и нам одновременно всем приходит одна и та же мысль в голову. То есть получается, что я начала вязать этот комбинезон до того, как выставила свой мастер-класс Алена Паращенко. Алина вяжет, она сейчас тоже выставляет этот мастер-класс. Вот. Но у меня, я вязать его начала еще раньше. И, как бы, этот проект у меня затянулся по той причине, что у меня нехватка пряжи была. Я с собой не взяла достаточное количество пряжи, чтобы, допустим, одного цвета связать. Но, вы знаете, вот, как бы, я скомбинировала, получилось, как бы, в виде градиента переход у меня пряжи. Не совсем градиент, но в виде. Вот. И получается, что я еще его не довязала, но в ближайший день-два я довяжу. То есть, видите, у меня тут, скажем, темная бирюза. Тут получилось, что бирюза посветлее, потому что темная бирюза с белым вот так вот смотрится. А так как у меня, вот, белая пряжа у меня еще от пледника оставалась, поэтому я взяла, я брала вместе, брала с собой поездку. Думала, буду вязать плед, но у меня задумка эта не получилась, потому что не было времени. Но зато я вязала комбинезон там. И хочу сказать, я бы его уже давно связала, но по какой-то причине я неправильно распределила. И получилось, что спинка у меня получилась шире, чем перед, когда я связала. То есть, спинку связала, перед связала. И когда я уже решила сшивать, смотрю, а у меня спинка шире, чем передние вот эти полочки. И я распустила, все перевязала. Сейчас у меня все как и должно быть. Вот. Но я, к сожалению, пока была там, не довязала. Остался капюшон и рукава. Ну, свяжу и уже отправлю, когда будет у меня все это довязано. Потому что сейчас уже, в общем-то, погода не такая, скажем, прохладная. Не холодная, а прохладная. Потому что эта пряжа у меня... Как же она называется? Диарнат джинс. Это 50% или 45% сейчас скажу. 55% хлопок и 45% акрил. Второй проект такого же комбинезона, но не удавшийся проект, который я распущу. И сейчас я расскажу причину, почему мне придется его распустить. Тоже я его вязала. И вязала уже вот там этот комбинезон. Вот я вязала в две ниточки. И он получается такой толстенький. Более плотненький и более симпатичный. И он смотрится. Косы такие выпуклые и все. Я не могу сказать, что здесь он хуже смотрится. Но я его начала вязать по принципу штанишек, как я вязала. И все бы хорошо. Но я не учла, как всегда, когда вяжу я без образцов. И который раз я убедилась, что этого делать нельзя. Вот. Видите, у меня вот здесь получилось очень узко. В принципе, если вот так вот в растянутом виде, то, возможно, это бы и устроило. Но так как я вяжу, ну, хотелось бы, чтобы этот комбинезончик послужил не на один день, то получается, что он как бы идет вот здесь очень узок. Тут вот я пошла по расширению, да. То есть, ну, как штанишки я обычно вязала. Но опять же повторюсь, что не учла то, что коса забирает, как сказать, забирает ширину, да. И вот поэтому у меня в этом месте получилось слишком узко. И, естественно, я провязала определенное количество рядов. и дойдя уже до того места, где надо переходить на распределение на спинку и перед, я решила, что я все-таки остановлюсь и все это распущу и сделаю как положено. Потому что это такая вещь, которая, повторюсь, вяжется не на один день. И поэтому я вообще не привыкла бы, как что-то вязать. поэтому вот это мой неудавшийся проект, который я распущу и свяжу по новой. И это вот тоже говорит о том, что не надо работать спустя рукава, что нужно делать так, как положено. Я вот повторюсь еще раз, уже который раз убеждаюсь в этом. Вот. Это то, что я там вязала. Еще я вот связала такой вот образец мотива. Значит, я сделаю экспресс-мастер-класс по этому мотиву. Из этого мотива была связана туника оранжевая. Я выставляла фото. Еще раз выставлю. Потом, когда этот мастер-класс я буду делать, это выйдет у меня в ближайший день-два. Вот. Фото на моей дочери, как это смотрится, туника. Я расскажу принцип вязания. И если тот, кто захочет, тот сможет связать ее. И этим мастер-классом я дам ответ на те все вопросы, которые вы задавали по этой тунике. Вот. Еще какие покупочки я сделала. С белой пряжей мне пришла вот такая пряжа. Вы помните, что когда я делала мастер-класс по вязанию ленточного кружева, я вот из этой пряжи вот такой симпатичный цвет, показывала образец. И я все долго не могла определиться, из какой же пряжи я хочу себе связать. Не знаю пока еще что. Но все-таки я как бы склонилась вот к этой пряже. Поэтому я, да, заказала еще 8 моточков. У меня было 8 моточков вот этой пряжи я использовала на образец, который, конечно, я распущу или, может, продолжу вывязать. Скорее всего, что продолжу. И я думаю, что 16 моточков мне должно хватить на какую-то такую шикарную вещь. Не знаю, то ли это будет кардиган, то ли это будет туника, то ли еще что-то я придумаю из нее, пока я не определилась. Ну, когда определюсь, вы опять же это все увидите. Буквально перед отъездом я еще покупала вот такую пряжу. Я вам говорила, что это я покупала в фикс прайсе. Я связала ой, небольшой образец из этой ниточки. Из нее я хочу себе связать по принципу ой, вылетела с головы. Я вязала платье изумруд. Хейвард. Хочу связать себе хейвард. Причем я изначально хотела связать его на толстых спицах, к примеру, на пятерке, чтобы это все было свободно. Но когда я связала образец и связала определенное количество рядов, я посмотрела, что меня это не устраивает. Слишком дырки большие и придется что-то под него одевать дополнительно, чтобы не просвечивалось, не просвечились телеса, так сказать. Поэтому я вернулась к варианту, чтобы вязать более плотнее. Связала вот образец. Но еще, конечно, я до конца не определилась, так ли я буду вязать или еще что-то передумаю. У меня рождается идеи, куча в процессе не перерабатывается и конечный вариант не всегда бывает тот, который задумывался. Вот. И еще там же в фикс-прайсе я купила вот такую пряжу в количестве пяти упаковочек. Не было еще упаковочек, я бы купила еще. Я приобрела на вязание скатертей. Еще я не знаю, какую я скатерть буду связать из этих ниточек, но мне очень хотелось бы связать вот из такого цвета какую-то скатерть. Опять же повторюсь, у меня материала очень много по поводу вязания скатертей. Как вы видели на моем канале, я можно сказать, выставляю эксклюзивные вещи, неповторимые, скажем так, и я думаю, что эта ниточка тоже сослужит мне службу в какой-то такой суперской скатерти, супер красивой скатерти. Вот. Эта ниточка будет пока меня ждать. Ну, я так думаю, что я и так много вам уже наговорила, хотя у меня еще очень много информации для вас, и я ее в ближайшие дни буду постепенно рассказывать вам. Выйдет такого же рода завтра болталочка, либо послезавтра, я не могу с точностью сказать, потому что мне надо очень много решить бытовых вопросов, скажем так, по моему приезду, такого рода, как уборка квартиры, решить кое-какие проблемы по поводу того, что мне нужно сетки набить на балконные окна, ну, и так далее, повымывать там все на балконе, и сколько это времени мне займет и как займет ли, как я себя буду чувствовать, я не знаю, да, еще хотела ответить на вопрос, вот задавали мне, как вы себя чувствуете после последнего посещения больницы, те, кто, опять же, следит за моим творчеством, и тот, кто общается со мной, те знают, что перед поездкой я лежала в больнице, и хочу сказать, что мне, во-первых, сменили диагноз, поставили локализованное склеродермия, то есть у меня пошло все на улучшение, и после выписки мне написали, что явиться для следующего лежания, грубо так сказать, может, я и неправильно выражаюсь, но для того, чтобы лечь в следующий раз в больницу, мне сказали прийти в октябре, в ноябре, то есть получается, если я раньше через полтора месяца лежала в больнице, теперь у меня этот срок увеличился, то есть они хотят посмотреть, что же будет через даже больше, чем полгода, это меня очень радует, и я так думаю, что вот все те, кто мне желали здоровья, это тоже благодаря вам, потому что как бы то ни было, я верю в то, что вот хорошие пожелания, они все равно куда-то доходят, ну и мое такое, мой, так сказать, тоже настрой на вылечивание, тоже, я так думаю, имеет свое место быть, поэтому слава тебе, Господи, очередной раз я говорю, и дай Бог, что у меня все это не выйдет в какую-нибудь такую ситуацию, что возвратного пути не будет, скажем так, ну все, мои хорошие, до новых встреч, до новых видео, вам же я хочу пожелать всего самого наилучшего, здоровья прежде всего, и творческих успехов в абсолютно во всем, во всех ваших начинаниях, легких петелях, а с вами была Ирина. Ирина. Ирина.